Лыжня России на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого масштабного зимнего праздника славная история. С каждым годом лыжня России становится все более значимым событием в спортивной жизни страны. Лыжники-каругазинцы тоже активно участвуют в гонке. 18 февраля в селе Ермолаево состоялся массовый лыжный забег, в котором приняли участие профессионалы и просто любители активного отдыха. Любой желающий мог отметиться на лыжне в формате оздоровительных прогулок. Финальной площадкой акции по традиции стал парк Шотовский. Открыл соревнование, который глава района Охат Куллахметов. Сегодняшнее соревнование, я думаю, оставит какой-то след, тем более мы в прекрасном парке, Шотовском парке находимся. Это уникальное место. Лыжню подготовили. Все условия созданы, лишь бы наши дети всегда и любители спорта занимались такими вещами. Сегодняшнее мероприятие, я думаю, пройдет на высшем организационном уровне. Ну, сильнейшие они займут призовые места. Всем призы подготовлены. Бежали все от мала до великого. Для всех дистанция была разной – от 500 метров до 5 километров. С забегами внимательно наблюдали тренеры лыжного спорта. Цель – сформировать спортивный резерв лыжников района. Любые соревнования – это всегда. Они выявляют новые звездочки, с которыми потом можно будет работать. Пример для подражания юным участникам подали лыжники самой старшей возрастной категории. Каждый год я сама участвую. Приезжаем с школьниками. Я в школе сама учиться на физкультуре работаю. Показать ученикам, чтобы они тоже брали пример старших. Возглавил забег пенсионер Иван Герасимов. На его счету уже шесть жетонов ГТО. На этом Иван Николаевич останавливаться не собирается. Стараюсь принимать участие каждый год, если позволяет. Я же работающий пенсионер. Мне 76 лет. 15 января исполнилось. Вот очень старался попасть на это соревнование. Потому что на приз главы администрации уже шесть жетонов у меня есть. Думаю, сегодня седьмой заработаю. Всего в гонке приняло участие около 200 куергозинцев. Лучшие были награждены призами от главы администрации и значками готов к труду и обороне.